Знал бы Петр Первый, что с этого постамента будет наблюдать за тем, как разворачивается эта дурно пахнущая история. Для непосвященных просто груда бетона, для старожилов Петровска трагедия. Снесли главную уездную достопримечательность – общественный туалет. Кусты за вокзальной площадью теперь источают невыносимое амбре, заполонившее умы местных жителей. Был туалет, там был уже аварийный, там даже эти ленточки вешали, его демонтировали. У нас автовокзал от Саратов, и все идут, это вот сейчас зима, вы не представляете, что у нас творится весной и летом. У нас все, вот здесь вот все. Это ужасно. Массажиры начинают век. Где у вас туалет? Где у вас туалет? Рядом районная администрация. Ветер народного возмущения просочился в просторный кабинет местного главы Фадеева. Его на улицах Петровска именуют «Наш новый мэр Денис». Он называет много причин запора с появлением нового общественного туалета. Нужник – дело тонкое. У нас действует вокзал, это филиал нашего областного автовокзала, поэтому мы неоднократно обращались к ним, чтобы они организовали там туалет. Но там вопрос, дело в том, что с федеральной землей, поэтому очень дискомфорт много со стороны жителей обоснованных требований. Мы пускаем и в «Наш современник», но вот обращаемся в наш автовокзал, потому что по нормативам они должны обеспечить этот туалет. Туалет мы временно и сделали. Вот он. Конструкция из разряда «нет ничего более постоянного, чем временное». Вот так и живет глубинка. Хотя Петровск уже больше двух лет считается моногородом с высоким статусом. Территория, опережающая социально-экономическое развитие. Вот только, по словам петровчан, никого они особо не опережают. «Ничего нету, ни продуктов, ни работы, никакая жизнь не нужна». Вот что у вас сейчас? Как жизнь в городе? Да как была, так и есть. Ну, что-то хорошее есть. Все хорошее, тротуары только плохие. Все уехали, молодые семьи, вот, мужья-то. Ну и женщина бывает. С работой, конечно, плоховато. Разъезжается народ? Ну, конечно, конечно, надо семьи кормить. Семьи не уезжают. А здесь особо нечем, наверное. Да, а потом мужчин там других, женщин находят, а семья остается сама по себе. Вот так. А как же вы думали? Вот. Ну, плюс мне понравилось, что здесь вот сколько лет? Пять новый мэр. Он сразу, в первую очередь, сделал мусор. Вот, с чипом, мусорки стоят на дорогах. Отлично. То есть, тут же убирают, выходной, не выходной. Вот это, ничего не скажешь. Разрушенный клозет – вершина айсберга проблем этой территории, статус которой пока можно считать не опережающего, а скорее задержкой развития. Сейчас на территории Петровска существует всего пять так называемых резидентов или инвесторов. Они получили бонусы в виде снижения ставки, либо полного освобождения от налога на прибыль и имущество, плюс получение льготных кредитов по линии моногородов. Но, как говорит Денис Фадеев, для большинства создание производства является первичным и требует заемных средств. Учитывая сложность дороговизма денег в экономике, сложность получения кредитов, потому что основные все производства закредитованы, именно получение дешевых долгих денег. Любой проект, даже софинансирование со стороны фонда моногородов, даже получение тех льготных кредитов подразумевает залоговую массу. А у бизнеса уже и так он весь заложен. И поэтому вот самый, наверное, сдерживающий фактор – это вот этот. Из пяти работают только два, остальные остаются на бумаге. Вот положительный пример. ООО «Петровский завод автозапчастей». Старое здание предприятия выглядит нелюдимо. Судя по нерасчищенному снегу до ступеней, сюда давно уже никто не ходит. Тем не менее, сейчас из некогда полутора тысяч сотрудников в деле 60. Хотя еще недавно здесь даже и сторожей не было. Сергей Капустин работает уже почти 40 лет. Сейчас он один из тех, кто делает здесь запчасти для грузовиков и уборочной техники. Вот эти передние образцы продукции – это тормозные сланги КАМАЗа. То есть это востребованная запчасть? Ну да. То, что нам заказ приходит, и мы это все делаем. Это все тормозные. Это у нас гидропривод руля. Это мы пружины тоже делаем сами. Всего 32 наименования сертифицированных запчастей. Недавно приобрели новое импортное оборудование. Но его универсальность не требует большого штата для изготовления 3000 запчастей в месяц. А это еще один резидент. Базируется на территории бывшей птицефабрики. Петровский – грибной комбинат. Техдиректор Антон Карпов ведет вдоль стеллажей с мешками. В них перегной. В него посажены зерна с мицелием. Будут шампиньоны. Штат небольшой – 35 человек. Но растить грибы в Тосер им выгодно. Мы экономим в некотором плане налогов. Мы резидентами Тосера стоим. Мы там освобождены от ряда налогов. И у нас перерогативы и льготы определенные как от местного администрации, так и от российских налогов. Плюс, соответственно, это взаимодействие в различных программах софинансирования. То есть это и микрокредитование, так скажем, от которого мы получили недавно определенную сумму на увеличение оборотной части. Петровский фуа-гра не дождались. Но хоть грибы здесь растут успешно. Порядка шести тонн готовой продукции уже реализованы в самом Петровске и Саратове. Этот большой участок так и остается пустырем практически со дня получения Петровском статуса Тосер. Здесь должен разместиться завод по производству газомоторного топлива. Стоимость объекта 3,8 миллиарда рублей. Пока готова лишь проектно-смертная документация. Резидентом он числится, но так и остается на бумаге. Согласование у нас было 8 месяцев. Соответственно, только за этот период времени согласования проект подорожал на 400 миллионов рублей на курсе доллара. Поэтому вот все эти проволочки, они, конечно, очень серьезно мешают при реализации этих проектов. В устной форме остаются и производства газового и медицинского оборудования. Как говорит Денис Фадеев, у всех этих проектов есть два главных минуса. Требуется маленький штат и небольшие зарплаты. Как и у тех инвесторов, кто уже начал работать. Появление новых не сильно лишит проблему бегства населения из Петровска. Ситуация, она напряженная, я так скажу. И уже многие уехали. Сейчас в основном наши петровчане работают в Москве, в Питере или в Сибири. Секретов никаких нет. Это прежде всего заработная плата. Заработная плата – это основа основ. В основном это мужчины, соответственно, это и демографическая проблема, социальная проблема. Уехали на заработки, как правило, это приводит к тому, что и семьи разрушаются. Это тоже проблема, которую мы видим. Впрочем, с малой, но остросоциальной нуждой в виде уличного туалета местному главе уже приходилось сталкиваться в должности вице-губернатора. Тогда под личный контроль Денис Фадеев брал ремонт уборной в Ершове. Поэтому положение дел в Петровске складывается не из-за разрухи в клозетах, а где-то на уровень выше.